Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-Банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Нынешний Голливуд переживает не самые лучшие дни. И посмотрев на него, всегда можно побружать о том, что раньше-то было лучше. Женщины были красивее, мужчины брутальней, боевики боевите и фантастика фантастичнее, а фильмы для взрослых взрослее. Во времена чистого неба и более зеленой травы у многих в коллекции были фильмы вроде Терминатора, Хищника и даже Робокопа с чужими. Но вместе с ними там находились еще и ленты, направленные на более семейную аудиторию. Опустим тот момент, что команда с Элихищника тоже смотрели всей семьей. Нравы были средневековые и детские травмы никого не волновали. Использовался спартанский принц. Если ты куда-то упал и свернул себе шею, то специфический персонаж именно ты, а не кто-то другой. Компьютерных игр тогда не было, так что свалить вину было не на кого. Но сейчас речь идет о более добрых и ламповых картинах, которые изначально собирались в Голливуде под семейный просмотр. Там никому не отрывали головы и не бросали в костер. Ну почти. Фильмов таких было достаточно много. Часть из них по доброй традиции проваливалась. Позднее у них появлялась какая-нибудь армия поклонников, и теперь их постоянно вспоминают, ругаясь на студии, которые действовали как-то не так, продвигая подобное кино или сериал. Если бы они продвигали их как надо, то все было бы иначе. Иногда какая-нибудь студия тоже решает поверить в то, что делала что-то не так, и сейчас-то все будет иначе. И делает продолжение жутко культового фильма, чтобы снова провалиться. Или снять новую версию провальной картины, чтобы, да, естественно, снова провалиться. В общем, сегодня хотелось бы вспомнить несколько известных фантастических фильмов далекого и не очень далекого прошлого, которые когда-то не нашли своего зрителя. Все из-за бездарных злых продюсеров и голливудских студий, но некоторые позднее стали культовыми. Ну и начнем мы со светлячка Миссии Сиренити и Джосса Уидона, который сейчас отменен из-за плохого поведения, но тогда считался довольно талантливым парнем. Никто не знал, что он настолько отвратительный человек и не любит женщин. В начале нулевых этот отвратительный человек купался в золоте, которое сыпалось на него с сериала Баффи. За этот сериал Уидону позднее прилетит, так как все актрисы страдали под его гнетом. Но время тогда было страшно дикое и никто ничего не знал, потому актрисы страдали молча. Так что когда этот отвратительный человек пришел на канал Фокса своим сериалом о космических ковбоях, ему дали добро. Кроме успешных сериалов, Уидон еще и был известным спасателем-ремонтником. Это такой сценарист, которого вызывают на помощь, когда сценарий какого-нибудь фильма необходимо починить в кратчайшие сроки. Он спасал тот же Водный мир, Четвертого Чужого или Смерть. В наши дни он также вызвался спасать Лигу Справедливости и неожиданно закончился. Ну а на светлячка как раз сильно повлиял Четвертый Чужой. Сценарий Уидона к этому фильму сильно переосмыслили. Уидон позднее говорил, что его не так, чтобы поменяли, но все показали неправильно. Он бы справился лучше. После чего он и решил сделать какой-нибудь проект с командой космических пиратов. Как он задумывал их для Четвертого Чужого. Воплотить свои идеи на экране удалось в начале нулевых. Баффи уже начинала буксовать. И постановщику нужен был какой-нибудь другой сериал, который мог бы заменить Баффи и позволить Джоссу дальше оплачивать яхты и особняки. Так как Вес, выдан в телевизионной тусовке, имел, его предложение о сериале про космических пиратов встретили с интересом. И он получил деньги на пилота. Проблемы у сериала начались с самого старта производства. Пилот, который показали руководству канала, всем совершенно не понравился. Здесь важно понимать, что пилот показывали не фанатам сериала «Светлячок». И их тогда не смогли найти. Потому смотрели его специальные люди, которые не подозревали о том, что смотрят пилотный эпизод культового сериала. И не подозревая, они его разнесли. Отказываться от производства сериала, правда, не стали. И Уидану просто приказали снять что-нибудь такое же, но только другое. После чего канал стал лезть во все нюансы проекта. И советовать режиссеру, что делать с персонажами, как менять сюжет и работать с большим упором на сквозную линию. Уидан и сам был не против, но все-таки хотел касаться основной сюжетной линии очень дозированно. Растянуть «Светлячка» он собирался на 6-7 сезонов. Прямо как Баффи. Постепенно отношения режиссера и канала совсем испортились. Так как Уидан бойкотировал почти все требования продюсеров, ему сократили бюджет до возможного минимума. Из-за этого в сериале постоянно мелькают декорации или одежда из многих других знаковых голливудских фильмов. Приходилось из-за всех сил налегать на аренду. Денег на создание собственных декораций почти не было. Подобная атмосфера на производстве не пошла «Светлячку» на пользу. Отсмотрев первые отснятые эпизоды, канал поставил его на один из самых плохих пятничных слотов. Если в полнометражном кино сезоном «Самоубийц» называют вторую половину января и начало сентября, куда обычно отправляют умирать, то у сериалов это «Вечер пятница». Там как раз перед «Светлячком» погиб темный ангел Джеймса Кэмерона с Джессикой Альбой. И каналу необходим был новый смертник. И такой раздражающий уже списанный сериал как «Светлячок» идеально подходил для того, чтобы там погибнуть. Но на какое-то время забить эфир. Чтобы ему там было еще удобнее, канал перетасовал серии. То есть начинался сериал не с первой серии, а со второй. Первую решили показать в самом конце. Многие, кто смотрел «Светлячка» позднее, уже видели оригинальную задумку. На дисках выпускали даже забракованный пилот. В момент выхода же все серии перемешали и выпускали как попало. Обычно это считается основной проблемой «Светлячка», из-за чего он и провалился. Но «Светлячок» не был полноценным сюжетным проектом. Это не клан Сопрано, который из-за подобной встряски превратился бы в удивительный ад. Сквозная линия у «Светлячка» была, но подавалась она дозированно, что позволяло менять эпизоды местами, не сильно мешая повествованию. Хотя естественно и с небольшими нюансами. Основной проблемой стало то, что первый эпизод посмотрело всего 6 миллионов человек. Для тех лет это были жутко посредственные цифры. На ней же закрыли того же «Темного ангела», первый сезон которого собирал в среднем 10 миллионов зрителей, а второй только 6. Однако Выдано после старта все-таки заказали еще несколько серий, предполагая, что если у шоу появится позитивный сарафан, то он сможет вытащить «Светлячка». Но никакого позитивного сарафана не было, и с каждой серией сериал продолжал идти на дно. Дно это было на такой глубине, что хотя новые серии снять и успели, «Светлячка» все равно закрыли раньше времени, даже не показав 3 эпизода из 14. Никто не хотел смотреть культовый сериал. Но история «Светлячка» здесь не закончилась. У него быстро образовалась небольшая группа преданных фанатов, которые требовали продолжения и сносились прилавков DVD с первым сезоном. Сериалы обычно не пользуются большим спросом на носителя. Особенно это касается провалившихся проектам. Но «Светлячок» за несколько месяцев принес около 10 миллионов долларов только на территории США, что и позволило появиться в фильму «Миссия Серенити». Хотя за сериал отвечал фоксовский канал, полный метр собирала студия Universal, которая, посмотрев на достижения «Светлячка», продажи на носителях и выслушав размахивающего руками Джосса Уидона, решила перекупить права. Но только на возможность снимать полнометражные фильмы и не получив права на название. Поэтому «Миссия Серенити». Бюджет на фильм выделялся скромный для проекта подобного масштаба – 39 миллионов долларов. Первоначальная речь шла о 80 и даже 100. Но столько студия выдавать отказывалась, так что посчитав и посмотрев локации для съемок, Уидон сообщил, что сможет уложиться и в 40. За время съемок он еще и умудрился 1 миллион сэкономить. Все могло бы быть еще лучше. Предполагалось воспользоваться некоторыми декорациями, оставшимися от сериала, но когда их стали искать, оказалось, что канал после закрытия шоу быстро от них избавился, бросив печь. Так что восстанавливать многое пришлось, посматривая сериал, используя фотографии оставшиеся у актера фильма. Сильно помог тот же Натан Филлион, который на съемках сериала тащил с площадки все, что плохо лежало, в том числе разные наброски и чертежи. Позднее постановщик скажет, что работа над этим фильмом была самой легкой за всю его карьеру. Студия не вмешивалась в процесс, все, что они задумывали показать, они смогли сделать, и атмосфера на съемках была великолепной. Рассчитывая на армию фанатов, студия Universal использовала для продвижения фильма очень специфическую рекламную кампанию. Еще не законченный фильм показывали во многих кинотеатрах США. Показывали его за деньги. Такие тестовые показы среди фанатов. Предполагалось, что они разнесут весть о невероятном качестве, и потом в прокате кино сорвет банк, заработав миллиарды долларов. Но хотя на этих показах залы были забиты под завязку, а билеты на них невозможно было найти, это никак не сказалось на прокате. Когда фильм добрался до широкого проката, он смог на старте взять всего 10 миллионов долларов и занять второе место. А на второй неделе Серенити уже улетел сразу на восьмое место. Всего же в общемировом прокате удалось заработать 41 миллион. В некоторых странах после фиаско в американском прокате релиз фильма перенесли сразу на DVD. Вероятно, произошла типичная переоценка культового фильма. Оказалось, что фанаты у Светлячка очень громкие, но их не так много, как хотелось. Кино еще и сильно критиковали за то, что неподготовленный зритель будет запутан. Хотя кино собирали так, чтобы его можно было смотреть без знакомства с сериалом, все равно часть моментов была понятна только фанатам. Возможно, это тоже сказалось. Получилась просто еще одна история съемок продолжения провального фильма, которая тоже закончилась провалом. Последний звездный боец или Последний звездный воин появился благодаря тем самым звездным воинам. Еще одна история про то, как авторы хотели столько же денег, как у звездных войн, но что-то пошло не так. Поставил фильм Ник Касл, который позднее выдаст майора Пейна и Деннисом Учителя. Здесь провал не такой солидный, но ленту все равно записали в неудаче. По словам сценариста фильма Джонатана Бэтвелла, идея фильма ему пришла в голову, когда он зашел в зал игровых автоматов и увидел мальчика, играющего в одну из фантастических видеоигр. Начало середины 80-х как раз расцвет игровых автоматов, так называемый бум. Сценарист Джонатан Бэтвелл работал таксистом, когда писал сценарий к этому фильму. Да, в случае большой удачи, это была бы история про невероятную победу. Как у обычного таксиста, купили сценарий, он стал очень известным и даже получил премию Оскар. Но это совсем не такая история. Этот самый сценарий взялся продвигать один из голливудских агентов. Все хотели фильмы про Звездные войны, так что пристроить такое труда не составляло. Тем более работа Бэтвелла считалась действительно хорошей. Сценарием заинтересовалась студия Universal и купив его за 500 тысяч долларов, согласилась выделить на будущий фильм 15 миллионов. Это был 82-й год. И Империя наносит ответный удар, вышедшая в 80-м году обошлась в 18 миллионов. То есть бюджет для тех лет был неплохой. Примерно как аналог нынешних 80-100. Такая игра Эндора. Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. На одну из главных ролей пытались подписать тогда еще не особо звездного Робина Уильямса. Но прочитав сценарий, актер отказался. Лэнс Гест, сыгравший в фильме Алекса, по словам режиссера, был отобран из-за схожести с Генри Фонда и Джеймсом Стюартом. Режиссер Ник Кассел заметил Геста в фильме Хэллоуин 2 и обратился к режиссеру Джону Карпентеру за рекомендацией. После беседы с Карпентером Кассел Геста подписал. Основная драма с фильмом произошла на этапе постпродакшена. Тестовые показы прошли плохо и наступил этап резни. Из фильма вырезали пару персонажей, которые имели заметное место в сюжете. Никаких более полных версий у фильма нет, так что можно только догадываться о том, насколько сильно пострадало кино и пострадало ли. Освободившееся место заполнили доснятыми эпизодами с теми героями, которые зрителю понравились. До съемки были небольшие, так что итоговый бюджет ленты все равно не перевалил за 16 миллионов. В прокате кино встретили неплохо, как критики, так и зрители. Но именно неплохо. То есть вокруг кинотеатров никто от восторга не бегал. Но и главная лента попала сразу под три хита 1984 года. Охотники за привидениями, гремлинов и карате пацана. Последний звездный боец смог влезть на третье место, опередив только карате пацана, который шел уже четвертую неделю. Но так как все это были основные кассовые хиты года, уже через неделю боец покатился вниз. И оказался ниже и карате пацана, и попавший в прокат бесконечной истории. В те годы фильмов в прокате было меньше, но именно в этот отрезок боец попал в мясорубку и выиграл главный приз, превратившись в фарш. Собрать удалось 29 миллионов долларов при бюджете в 15. Возможно, студия позднее смогла выйти в плюс с продажами на видео. Но в планах была великая трилогия, и если бы успех на носителях был большой, то она скорее всего бы состоялась. Уже в конце нулевых студия Universal анонсировала сиквел ленты, действие которого должно было происходить спустя 25 лет после оригинала. Предполагалось, что главным героем станет сын титульного паренька. Главный герой первого фильма должен был геройски погибнуть в начале фильма, так как его карьера не сложилась и использовать подобного актера никто не хотел. В 2018 году студия вновь объявила о намерении снять последнего «Звездного бойца». На этот раз речь шла о полноценном перезапуске. Сценарий должен был написать Гэри Уитта, ответственный за сценарий к фильмам «Книга Илая» и «Изгой-1». Однако с тех пор никаких новостей о проекте нет. Фильм «Контакт» в общем-то тоже появился благодаря «Звездным войнам». Сплеск интереса к космосу в конце 70-х подарил нам множество фильмов и «Контакт» из их числа. Правда до экранов он добрался только во второй половине 90-х. В конце 70-х, когда он впервые подбирался к производству, ленту посчитали слишком сложной. В ней отсутствовала динамика. Плюс «Контакт» перекликался с близкими контактами третьей степени. Ни у кого из пуза не появлялся пришелец и продать его зрителю было тяжело. Имевшийся сценарий Карла Сагана 10 раз переписали, наполняя его драмами и ударами в нос. Но это все равно не помогало. Когда в начале 80-х его стали переписывать 10 раз подряд, взявшаяся за производство студия Warner отказалась от дальнейшего финансирования. Так что проект свернули. Карл Саган впоследствии переработает сценарий в книгу. А значит «Контакт» 97-го года уже стал экранизацией. Когда в начале 90-х снова стартовало производство фильма, выяснилось, что сценарий, как и 10 лет назад, никого не устраивает. И каждый режиссер, который присоединялся к проекту, начинал его переписывать. Наибольшего успеха здесь добился Роланд Жофи, который решил наводнить фильмами драмой и верой. Пришельцы у Роланда во всем белом падали на землю. И люди, хватаясь за руки, радостно бежали к светлому будущему. Режиссера быстро прогнали, но Роланд был уже настроен на большой провал. Так что не собирался от него просто так отказываться. Потому перебежал в алую букву, с которой устроил один из главных кассовых провалов 95-го года. Присматривался к проекту и Джордж Миллер, тот самый, который в ответе за «Безумного Макса». Миллер тоже хотел наполнить фильм верой. И чем ближе было запланированное время съемок, тем сильнее режиссер хотел во что-то верить. Когда в центре сюжета «Контакта» оказался Папа Римский, умеющий разное, студия запаниковала. И Джордж, получив пинок под зад, улетел снимать «Поросенка в городе», с которым тоже эффектно в прокате утонул. После Миллера в фильм бросили Роберта Зимеккеса. Он долго сопротивлялся и отказывался бросаться. Но режиссера удалось убедить мешком с деньгами. У него как раз вышел Форест Гамп, так что заработал он на «Контакте» больше 10 миллионов долларов. Насколько больше, не сообщалось, но обычно использовалось слово «намного». Джоди Фостер, которая теперь обходилась в фильме без помощи Папы Римского, заработала 9 миллионов долларов. Этот фильм часто называют одним из самых реалистичных фантастических фильмов. Противовесть снимавшемуся рядом Армагеддону, который всеми образованными гражданами был немедленно проклят и назван самым нереалистичным фильмом в истории. Во многом из-за того, что авторам «Контакта» позволяли снимать на настоящих объектах НАСА. А работники компании вовсю использовались и в качестве консультантов. Зимекис тоже изменил сценарий, но не так сильно, как это пытались сделать предыдущие творцы. Плюс он был настоящей звездой. А так как Миллер вылетел из фильма уже в тот момент, когда стали собирать декорации, останавливать производство было тяжело. Несколько миллионов долларов просто бы вылетели в трубу. Потратили на производство 90 миллионов. Сейчас с учетом инфляции это было бы раза в два больше. Но как часто бывает с такими многолетними проектами, часть затрат на экране не видно. Так как все деньги, ушедшие на 33 сценария, тоже там есть. Но и главное, там есть минимум 20 миллионов на гонорары Фостера и Зимекиса. МакКонахи в те годы работал за спасибо, а потому большого участия в уравнении не принимал. В прокате ленту завезли в июле 97 года, где контакт уверенно провалился. Студия очень удачно подставила контакт под Людей в Черном и невыносимо талантливого племянника. Но это понятно с высоты нынешних времен. Бюджет у Людей в Черном был точно такой же, а у Безлица еще меньше. Так что контакт не выглядел фильмом более скромной категории, который надо было прятать подальше. Собрать в прокате удалось лишь 171 миллион. Исследователи не самое известное кино у нас. Но в 85 году это был блокбастер с бюджетом в 25 миллионов долларов. Главные роли в этом фильме сыграли Итан Хоук и Ривер Феникс. А поставил ленту Джо Данте режиссер Гремлинов в «Вое первых пираний». То есть до исследователей Джо был золотым режиссером и снимал только хиты. Именно из-за этого его студия и подписала. Первоначально продюсеры хотели подтянуть к проекту Вольфганга Петерсона. Но подводная лодка в те годы еще не была настолько культовым фильмом. Так что студия отказала и настояла на Данте. Это кино тоже немного касается «Звездных войн». Над ним работала студия Джорджа Лукаса, которая покрыла треть бюджета. Собирались сделать большой кассовый хит. Против подобного произвола были тестовые показы. Джо Данте сорвал все сроки производства и на тестовых показах демонстрировали версию далекую от итоговой. Зрителям она не нравилась. И студия картину списала. Джо Данте даже не успел ее доснять. Да, решено было не менять дату премьера. Просто режиссера поставили перед фактом, что он закончил съемки своего фильма. И пора выпускать то, что есть. Данте кричал и возмущался, но это ничего не дало. Пришлось как-то выкручиваться. Наснимал постановщик много материала. Первая версия, которую собрал Данте, шла 3 часа 15 минут. Итоговая лента идет час сорок. Оригинальная концовка ленты предполагалась совершенно другой, но ее доснять не успели. Этой ленте тоже очень не повезло с прокатом. Возможно результат был бы немного получше. Но фильм вышел через неделю после взорвавшего прокат назад в будущее. Плюс в прокате еще шел кокон. Одновременно с исследователями стартовал третий безумный Макс. И готовился к перевыпуску Инопланетянина. На который как раз исследователи хотели больше всего походить. Перевыпуск Инопланетянина, попавший в кинотеатры через неделю за исследователями, просто убил кино. Он собрал 40 миллионов, а исследователи заработали целых 9 при бюджете в 25. Позднее Данте сильно критиковал студию за монтаж фильма, из-за которого лента очень изменилась. Если бы ему дали доснять кино и он занимался монтажом, то все было бы иначе. Но как оно было бы, мы уже естественно не узнаем. Ну и в завершение хотелось бы вспомнить еще один фильм. Наверное, один из самых известных фантастических фильмов так называемой эпохи видеосалонов. Полет навигатора. Здесь тоже был официальный замах на целую франшизу и желание повторить успех Инопланетянина. На момент выхода, а это 86-й год, в ленте засветились передовые визуальные эффекты. В качестве режиссера использовали Рэндала Клайзера, ответственного за бриолин и голубую лагуну. Провал навигатора часто связывают со студией Дисней. Считается, что полет навигатора – диснеевский фильм. Но на самом деле это не совсем так. Кино снимали на деньги независимых инвесторов. А Дисней подключилась к проекту уже на финишной прямой, заплатив только за права на прокат ленты. Достался ей фильм недорого, из-за чего и считается, что она полностью провалила рекламную кампанию, потратив гораздо меньше денег, чем необходимо было тратить на большой релиз. То есть о фильме в те годы попросту никто не знал. Из-за студии Дисней у фильма состоялись и пересъемки. Когда они купили картину, то настояли на некоторых правках. Актеры уже изменились и сменили прически, так что в ленте можно заметить иногда мелькающие парики. Правда режиссер картины считает, что заметить их можно только в том случае, когда знаешь, что они есть. У них очень здорово получилось скрыть их использование. С досъемками в ленте появились и разные рекламные интеграции, в том числе от студии Дисней. В прокате полет навигатора стартовал только с девятого места. Можно бы было сказать, что лента попала под чужих Джеймса Кэмерона. И обычно это называют одну из главных причин косого провала. Но первое и девятое место все-таки находятся слишком далеко друг от друга. Уже через неделю навигатор был на одиннадцатом месте, а чужие все еще на первом. В общем, часть зрителей вполне могла пойти на чужих. Но вряд ли это было основной причиной. И за рекламную кампанию студии Дисней достается вполне обоснованно. Зрительские оценки у фильма, как и оценки критиков, очень хорошие. Собрать в прокате удалось только 18 миллионов при бюджете в 9. Запланированное продолжение сразу отменили. Но позднее лента получила кое-какой культовый статус. Возможные продажи на видео были хороши. Но здесь никаких цифр нет. Полет навигатора тоже хотели вернуть в нулевых. Правда, сразу с перезапуском. Тогда ничего не получилось, но в десяток за написание сценария бросили нового сценариста. Но как и в случае с последним «Звездным бойцом», с тех пор вокруг фильма тишина. Кстати, карьера Джоуи Крамера, сыгравшая в фильме главную роль, совсем не сложилась. В начале 90-х он вырос и стал никому не нужен. Джоуи несколько раз заезжал в тюрьму. Обычно за хранение чего-нибудь опасного и запрещенного. Но в 16-м году у Джоуи закончилась наличность на запрещенное. И он пошел занять денег в типичный американский банк. Пошел он туда, естественно, с оружием. В наши дни он уже вышел. И пока у него есть какие-то деньги. Или он уже успел отвыкнуть от запрещенного. Скорее всего, какой-то из этих двух фильмов нам в итоге подвезут. Они не провалились очень сильно. Их помнят. Особенно это заметно в случае с полетом навигатора. И студия как-нибудь решится на перезапуск. Или скорее на модное в наши дни переосмысление. Фанаты явно будут в восторге. Ну и на сегодня, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи. Продолжение следует...